В следующем году в Сургуте заработает металлургический комплекс. Его, как пример поддержки частных инвестпроектов через систему стимулов и гарантов, привела в отчете о работе правительства губернатор Югры Наталья Комарова. Предприятие после запуска даст городу и региону около 300 рабочих мест. Будет выпускать почти 100 тысяч тонн продукции в год. Это различные балки, швеллеры, уголки, арматуры и другие изделия, применяемые в строительстве. В состав комплекса войдут цеха металлоконструкций, цинкования, стали плавильная и прокатные производства, а также различные склады. Стоимость создания на февраль 2021 оценивалась в 700 миллионов рублей. Большое внимание намерены уделить экологии. Снижение объема выбросов, а также их очистка будет осуществляться за счет внедрения современных технологий. Сургут привлекательный для таких инвестиционных инициатив. Сегодня были обозначены металлургический комплекс, но там все в разгаре, там уже работа ведется, и мы подставляем плечо полностью таким инициативам. НТЦ – это региональный проект, безусловно, но ряд задач по реализации НТЦ переданы Сургуту. Это строительство всей инфраструктурной инженерной системы. Все контракты, 10 контрактов заключены, там и дороги, ну мы на штабах периодически понимаем дороги, сети, сетевые коммуникации, внутри уже микрорайонные сети. Контракты заключены, идет все в графиках. Строительство научно-технологического центра наряду с возведением второго моста через Обь являются крупнейшими инвестпроектами, реализуемыми в нашем городе. Напомню, что летом Сургут занял третье место в региональном инвестиционном рейтинге. Объем вложений бизнеса в муниципалитет по итогам прошлого года превысил 7 миллиардов рублей.